Отсутствие военных и техники. Больше на постах никаких изменений не произошло. Все так же и дежурят полицейские, медики, представители Акимата и дезинфекционные службы. У каждого водителя обязательно измеряют температуру и уточняют маршрут. На сегодняшний день на блокпасту номер один по Ахабдинской трассе проверку проходят от 600 до 1000 автомобилей в день. В основном это большегрузы, доставляющие продовольствие и медикаменты. Что касается передвижения внутри области, то это по-прежнему можно сделать при условии, что у вас имеется разрешение или регистрация в базе Сергек. А вот для тех, кто приезжает из других регионов, обязательно при себе иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус. Помимо этого, приезжие будут обязаны соблюдать режим изоляции, два дня стационарного карантина и 12 дней домашнего. Если пешеходы, то пешеходы. Если транспортное средство, транспортное средство, выезды, ездят, все есть. Напомним, что 11 мая президент Касымжамар Такаев объявила о завершении режима ЧП в стране. Однако по регионам все еще действуют карантинные меры. Полностью снять карантин в нашей области и планируют к 1 июню. Впереди еще два этапа послабления. Следующий этап начнется 18 мая. Однако все смягчения режима будут возможны только при условии, что в течение недели прирост заболеваемости не превысит 5%. Кристина Веец, Алексей Уразов, программа «Факт».